Как улучшить память и скорость мышления, дорогие друзья? Конечно же, это витамин В9 или же фолиевая кислота. Меня зовут Виктория Андерсон, я датский нутрициолог, диетолог и автор книги «Гармония счастья через осознанное питание». Итак, немножко истории. Фолиевая кислота, она же витамин В9, была открыта в 1941 году и обнаружили ее в шпинате. В переводе с латинского фолио означает лист, именно поэтому ему дали такое название. Но за 20 лет до открытия витамина В9 ученые обнаружили, что благодаря печени и дрожжам, продукты, которые содержат эти вышеперечисленные компоненты, очень хорошо влияют на такую болезнь, на процессы протекания болезни, как метаболическая анемия, которая также возникает из-за недостатка витамина В9 или же фолиевой кислоты. Фолиевая кислота почему-то у нас у всех ассоциируется с беременностью. И все правильно, в этом есть своя закономерность. Фолиевую кислоту обязательно назначают женщинам, которые планируют зачатие ребенка, а также при беременности. Почему? Потому как фолиевая кислота, уровень ее влияет на то, чтобы у женщины не было выкидыша, преждевременных родов. И также фолиевая кислота отвечает за развитие нервной трубки плода, которая впоследствии делается мозгом и спинным мозгом. Но помимо беременных женщин, фолиевая кислота или же витамин В9 необходим абсолютно для всех людей в любом возрасте. Почему? Ну, прежде всего, уровень витамина В9 или фолиевой кислоты очень нужен нашей щитовидной железе, которая отвечает за нашу силу, энергию, за наш теплообмен, за то, как мы быстро просыпаемся утром, за состояние наших волос. Печень, печень и также детоксикация печени очень зависит от витамина В9, от выработки железа. Витамин В9 отвечает за метаболизм наших клеток, тканей, за обновление их, то есть это своего рода антиэйджинг процесс нашего организма. Также витамин В9 отвечает за уровень гамма-цистеина в нашем организме. Вы знаете, что гамма-цистеин это маркер всех кардиологических заболеваний. Мы об этом уже говорили про витамин всей группы В. И В3, и В9 сейчас мы говорим. Это очень и очень важный компонент для того, чтобы уровень гамма-цистеина в крови не повышался, был нормальным. Потому как, когда у нас повышается гамма-цистеин в крови, стенки сосудов начинают повреждаться и разрушаться. На эти самые поврежденные участки налипает холестерин и кальций. И это, естественно, ведет к атеросклеротическим бляшкам. А из-за них у нас возникают такие болезни, как ишемическая болезнь сердца. Это когда сердце перестает качать кровь или же делает это гораздо хуже. Инсульт. Острое нарушение кровообращения мозга. И инфаркт. Это отмирание тканей в сердце из-за недостатка крови. Также витамин В9 принимает активное участие в нашей крови. Он отвечает за густоту крови, за поступление кислород в крови. Потому что если у нас будет кровь густая, то, соответственно, у нас будут риски заболеваний и возникновения тромбозов. Кто подвержен или кто относится к группе риска? Ну, естественно, это прежде всего женщины, которые беременны необходимым. Это фулевая кислота особо важна для них в период беременности, да, и вскармливания потом. Также люди больны диабетом. Те, которые принимают такой препарат, который называется медофармин. Он очень снижает уровень витамина В9 в нашем организме. Те люди, которые принимают противовоспалительные препараты, как аналгин, аспирин, парацетамон. Люди, которые принимают алкоголь на регулярной основе. Они также очень и очень относятся к этой вот группе риска людей. Ну, конечно же, те, у кого есть такая проблема, как анемия, им тоже нужно обратить внимание на этот самый витамин В9 или фолиевую кислоту. Где находится этот самый витамин В9? Он находится, естественно, как мы уже сказали, в шпинате, во всех зеленолиственных, в бобовых, в авокадо, в бананах, в цитрусовых, спаржа, яйца, ну, естественно, печень. Давайте поговорим о симптомах. Пару слов буквально. Какие симптомы, вы можете заметить и обратиться именно к врачу с этими симптомами. Это, конечно же, ухудшение памяти. Это рассеянное внимание. Вы не можете сконцентрироваться. Плохое настроение. Вы не можете нормально проснуться. Вы слабый, вялый. У вас есть, например, синдром беспокойных ног, анемия. Это все, прежде всего, те симптомы, на которые нужно обратить внимание и бежать к врачу. Значит, дозировка приблизительно мы берем от 200 до 400 миллиграммов в день витамина В9 или фолиевой кислоты. Но это для здоровых людей. Для беременных эта доза, конечно же, удваивается. И также, если женщина хочет зачать ребенка, эта доза тоже увеличивается. Но этот самый витамин В9 или же фолиевую кислоту ни в коем случае нельзя назначать самому себе. Нужно обратиться обязательно к врачу. Врач должен быть с нутрициологическим образованием. И именно такой специалист должен вам назначить дозировку вашей крови из вены. И лишь после этого принимать ту дозировку витамина В9, которая необходима конкретно для вас. Нельзя пойти в аптеку, купить этот витамин и принимать его, как вам этого захочется. Так что обязательно обратитесь к врачу. И, конечно же, этот курс нужно пропивать где-то 2-3 месяца, потом делать перерыв и затем опять повторить анализ. И уже будете понимать, нужно ли вам повторять этот курс. Дорогие мои, вот и все коротко и кратко о витамине В9 и фолиевой кислоте. Спасибо, что были со мной сегодня. В следующий раз мы с вами затронем еще очень важный витамин группы В, В12. Ну, а на сегодня все. Будьте все здоровы, счастливы, мира вам добра и до новых встреч. С вами была любящая вас Виктория. Пока!